Участники патриотического проекта «Дороги славы. Наша история» студенты Ростовского государственного университета «Пути и сообщения». А еще это известный в своем городе вокальный ансамбль «Успех». Акция стартовала 8 июля и за 10 дней молодежь проехала несколько городов Южного федерального округа России и часть Белоруссии. Первый город у нас был Белгород, затем у нас был Курск, Орел, у нас был Брянск, у нас уже был Витебск, у нас уже был Минск, был Логойский район, была Хатынь, Курганславы, и сегодня мы у вас здесь. Для нас, конечно, память это священная, потому что Брестская крепость, как и город Брест, для нас это святые слова. Один из основных пунктов программы – посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Особенно торжественной и волнующей получилась церемония возложения цветов к вечному огню. Она стала продолжением ежегодной акции, которую ростовчане проводят в столице Дона в ночь на 22 июня. Едва сдерживая слезы, они говорят не просто о памяти, они призывают к справедливости. Для нас, приехав сюда, почтив их память, мы ощущаем их присутствие здесь, и тяжело, извините. Конечно, понимаем, что жизнь продолжается, память остается, история священна. И мы выступаем своим проектом против фальсификации исторических данных, против противописания, против того, что все сейчас переиначивается, переделывается. На белорусской земле проект проходит под эгидой БРСМ. И для молодежи двух стран это не только общая память и история, но и общее будущее. Молодежь Брещины, ей интересно международное сотрудничество. А если приезжать к нам гости из Российской Федерации, мы всегда их рады видеть, при том они приезжают сюда не впервые. Молодежи интересно пообщаться. Молодежи, условно, есть что показать. Потому что берет своя гордость за то, когда приезжают к нам гости из других стран, то, что мы сохраняем память о Великой Отечественной войне. У нас все памятники в хорошем состоянии. Мы всегда дорожим и трепетно относимся к ним. В рамках акции прошла символическая передача земли из столицы Дона. Домой гостью везут горсть земли из легендарной цитадели. А еще воспоминания и эмоции, полученные во время экскурсии по Музею обороны Брестской крепости. Первый раз, когда я приехал, это, честно, меня очень сильно тронуло. Но когда я приехал сегодня, во второй раз, я увидел, что... Вот я шел мимо комнат, где кирпичи расплавились, понимаете, да, о чем я? И я увидел... Сейчас... Я подумал, что это были за люди, если здания плавились, но они не сломались. Мы своим примером хотим показывать, что нужно помнить историю своего народа, что нужно посещать памятники, посещать музеи, ухаживать за памятниками. Когда мы помним, чтобы не повторялось этого, чтобы не было того горя, тех печалей, крови, слез, чтобы мы жили под таким же чистым мирным небом. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.